здравствуйте дорогие радиофобы и радиофилы тут нарисовался незапланированный выпуск по результатам проверки городских рынков и так я мой коллега и пара дозиметров совершили плановый обход городских рынков на первом из них кроме пары тумблеров ничего интересного не нашлось зато второй рынок порадовал возле одного из прилавков старьевщиков пейджер фбр у меня на поясе начал пищать при дальнейшем обследовании сторой т.у. и радиосканом выявилось несколько интересных экземпляров старые добрые часы с спд больше года назад я уже подробно раскрыл эту тему на стрелках и на цифрах радиоактивная светомасса с радием 226 первый экземпляр приборные часы а ч о устанавливались в качестве бортовых часов на самолеты например истребитель и 16 вот еще фото ставились также на радиостанции после небольшой модификации их ставили в танки имеют механизм типа карманных часов на 15 камнях точность хода до 1 минуты в сутки заводить рекомендовалось ежедневно в одно и то же время часы в бакелитовом корпусе имеют проушины для крепления на приборном щитке снизу головка завода и перевода стрелок если быть точным то это не а ч о а ч буква о обозначало наличие встроенного электрического обогревателя в часах который позволял им работать при температуре до минус 60 контакты этого обогревателя выходили в эти гнезда тут их нет такой вариант назывался а ч хотя осталась надпись 26 с половиной вольт питающее напряжение для обогревателя чуть выше надпись год выпуска 1945 год победы клеймо и вес 180 грамм в самом низу цифра 13 наверное номер партии или серии теперь о главном стрелки нетипичные для этих часов обычно использовались такие стрелки со светомассой здесь как мы видим и форма стрелок другая и нет даже следов светомассы секундная стрелка тоже отсутствует светомасса грязно-желто-серого цвета нанесена на цифры и риски снимать стекло я бы не стал наверняка внутри уже порядком радиоактивной пыли при замере радио сканом гамма плюс бета 1.3 миллиарентгена в час а чистой гаммы около 600 микрорентген в час в общем то немного но надо учесть что стрелки без цветомассы следующие два экземпляра часы москва ориентировочно 50-е годы прошлого века первый экземпляр стекло все в трещинах и царапинах отсутствует минутная стрелка светомасса на часовой стрелке высыпалась и болтается где-то внутри корпуса обратите внимание цвет цветомассы не характерный грязно-серо-зеленоватый без горчичного оттенка этот инвалид с одной стрелкой показал нам около 5 миллиарентген условно гамма плюс бета а вот это похоже его младший братик судя по дизайну более поздний выпуск тоже москва 16 камней обе стрелки на месте и изрядно обсыпались светомасса на стрелках и цифрах тоже грязно-серого цвета а здесь уже существенно около 9 миллиарентген гамма плюс бета до в ранних выпусках светомасса реально злая была и наконец третий экземпляр честно говоря даже не знаю что это такое циферблат явно не родной с надписью ракета д луны лунная ракета на цифрах и рисках светомассы нет обычная краска а вот на стрелках имеется вообще тоже очень похоже на москву с переставленным циферблатом хотя светомасса только на стрелках фон довольно злой 7,3 миллиарентгена в час условно гамма плюс бета подобные радиоактивные часы в изобилии встречаются на интернет-аукционах чаще всего в нерабочем состоянии если вы поройтесь дома в дедовских шкатулках то наверняка найдете нечто подобное пока данные часы не разбираются они не опасны несмотря на грозные показания дозиметров уже на расстоянии 15-20 сантиметров фон также не представляет опасности несколько лет назад один шутник поместил фотографию своего запястья с красным кругом на месте ношения часов и заявил что это лучевой ожог от радиоактивной светомассы на циферблате при ближайшем рассмотрении ожог оказался фейком нарисованным помадой не ведитесь на такой бред часы с спд не могут вызвать лучевой ожог или лучевую болезнь излучение практически полностью гасится в стальном корпусе тут зрители еще спрашивают что это у меня тикает там за кадром сейчас покажу будильник сиваний принесли клиенты испугавшись горчичного цвета светомассы при замере оказалось обычная не радиоактивная свд но будильник не забрали и он прижился у меня на столе так и тикает за кадром всем удачи ставьте лайки ожидайте новые выпуски и держите правую руку в тонусе